Более 20 лет в риэлторском бизнесе доказали мне, что клиент не всегда прав. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым! Мы сегодня разбираем третью сложную ситуацию в нашей жизни, с которой сталкивается огромное количество подчиненных и руководителей среднего звена. И глава сегодняшняя называется «Нарцисс за работой». Как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Если, допустим, я подчиненный, то я могу столкнуться с такой ситуацией, что ко мне приходит руководитель, дает какое-то задание, говорит, что его нужно выполнить очень срочно. Я начинаю его выполнять, руководитель приходит на следующий день и дает мне другое, уже не менее, точнее, тоже не менее срочное задание. Проходит еще какой-то период времени, он опять приходит и дает мне еще какое-то срочное задание. И подчиненный Андрей сидит, и он уже не понимает, что нужно делать. И вот он получается, что он хватается за это срочное дело, за это срочное дело. А в конечном счете результат ноль, потому что Андрей перескакивал с одного дела на другое и получает от руководителя нагонять. Если мы говорим с вами про риэлторов, то очень часто от риэлторов я слышу такую фразу. Да блин, эти клиенты сами не знают, что хотят. То вот это они хотят, то вот это они хотят. Но если риэлторам я могу дать очень четкий алгоритм действий, который будет заключаться в следующем. Уважаемые коллеги, научитесь квалифицировать своих клиентов. И благодаря четкой квалификации клиентов вы не будете напарываться на тех клиентов, которые сами не знают, что хотят. Если знаете, как научиться квалифицировать клиентов, учитесь быстрее и оттачивайте этот навык самостоятельно. А если не знаете, приходите на консультацию, и я максимально подробно объясню, покажу и дам конкретные фразы, благодаря которым вы сможете понять, это реальный клиент или нет. Чтобы прийти ко мне на консультацию, нужно просто перейти по ссылке в закрепленном комментарии. Ну, а людям, которые работают под начальником, который постоянно дает какие-то срочные задания. Марк Голстон дает хорошую рекомендацию. Он говорит следующее. Если вам дают постоянно задачи и говорят о том, что они искренне важны, и та, которую дали вчера, и та, которую сделали сегодня, а вы не можете человеку отказать, ну, по огромного количества причинам, пусть даже потому, что вы подчиненный, вы просто говорите такую вещь. Уважаемый Иван Иванович, вы вчера дали мне задание и сказали, что это задание очень срочное. Сегодня вы приходите и даете мне другое задание, и говорите, что оно тоже очень срочное. Скажите, пожалуйста, какое из этих заданий срочнее, и за какое задание мне следует взяться прямо сейчас? Благодаря такому подходу действий, такому вопросу, вы не будете конфликтовать с человеком, но вы заставите конфликтовать человека между собой сегодняшним и вчерашним. И ваша, говорит, задача просто сидеть и ждать, не открывать свой рот. Пусть ваш руководитель примет решение самостоятельно. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok